Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Ее величество клизма. С помощью клизмы, процедуры, которая выгребает грязь из толстого кишечника, древние целители решали до 80% разного рода заболеваний. Я давненько не делал эту процедуру, и вот что необходимо сделать, помимо того, что человек настраивается, настраивается, надо сделать так называемые организационные мероприятия, а именно, допустим, вот это вот будет высота, на которой как раз грелка будет здесь. Далее важно, чтобы вот это все проходило у вас поглубже в толстый кишечник, где пережимать, чтобы вам удобно было вставлять все это в прямую кишку. Здесь или же здесь. Это все должны подобрать и сделать. Готовим смесь. Видите, вода, вон она стоит, специальная вода. Не с водопровода вода, а специальная вода. Далее яблочный уксус, вы видите. Кружка, где все это смешивается. Место, где все это будет делаться. Здесь вот это все это будет делаться. Естественно, на полу стоят трудно, сложно. Вот эта подушка будет под коленями. Количество воды сюда может войти 2 литра. Ну, первоначально вы только начинаете. Естественно, ваш кишечник не приучен к тому, чтобы туда вливалась вода. Начинайте буквально-таки со стакана. Вот так, кружечка. Берем кружку, видите, она такая, не колющаяся на 1 литр воды. Я где-то делал, я уже делал 750. Доливаем, естественно, вот той воды подготовленной. Для первого раза нормально. Будете судить о том, насколько это все у вас легко и просто вливается. Яблочный уксус, по-моему, 6-ти процентный. Столовую ложечку только раз. Я просто на глаз, для вас. Все, хватит. Столовую ложечку залили. Далее берем саму грелку и аккуратно вливаем. Прикручиваем. Прикрутили. Все, у нас готово. Принимаем колено-локтевую позу и потихонечку вводим наконечник поглубже, сантиметром на 20-25, чтобы вода проходила за второй сфинктер. И тогда будет все нормально. И потихонечку отпускаем трубку, дело пошло. Я уже где-то сейчас делаю, ну, грамм примерно 400, чтобы все это влилось. Никаких болей не было при расширении, ничего. Постепенно доведете до 2 литров. Естественно, сколько подержать, будет выливаться. Заранее уже поставьте вот так вот. В противном случае вы можете не добежать до туалета. У меня такие случаи бывали. И начинаете делать. После того, как вы влили воду, для того, чтобы удержать воду, что вы делаете? Вы ложитесь, таз поднимаете вверх. Можно сделать полуберезку, кто может. То есть вот так вот, чтобы она у вас сюда заливалась. Не просилась. То есть важно, чтобы эта вода у вас подержалась, ну, минут 5-10 хотя бы. Далее, что вы делаете? Чувствуете, ага, пошло-пошло сюда, где-то зашло. Этот отдел прошел, залился в этот отдел, проходит. И у нас еще остается вот, вот этот отдел толстого кишечника. Мы с вами аккуратненько переворачиваемся, ложимся и лежим. Таким образом можно легко удержать воду внутри толстого кишечника от 5 до 10 и более минут. И как только у вас попросится водиться назад, не мешкая, вы сразу же идете. Почему? Потому что бывает, первый раз сдержите, думаете, ну, подольше подержать. Второй раз вы уже не сдержите. Пошли, посидели, выпустили, что вышло. Обычно выходит не все. Вы далее спокойненько ложитесь и лежите. Там что-то читаете, смотрите. И второй, третий бывают еще выходы. И как раз вот там можно увидеть, что там выковырнуто из глубоко лежащих отделов толстого кишечника. Вот примерно так я делаю эту процедуру. Вот такие вот мероприятия. И судите, как все входит, сколько оно задерживается у вас в кишечнике, что выходит, какие составы вы применяете. Это огромное поле для деятельности. И, естественно, получите очень и очень хороший эффект. Если все правильно, в противном случае от негативного применения первых процедур у вас возникнет отторжение всего этого. И вы ничего не добьетесь. Вот такие-то дела. Итак, приступаем, начинаем.